он всегда пьет воду такого не может быть чтобы воды не набрать и он не попил хотя он только что пошел напился у себя с мыски ну что кухонный ты готов прощаться со снежинками зимой встречать снег искусственный ну потому что я решила не экономить не покупать за 10 и по-моему за 15 злотых купила и он действительно да очень хороший я на кухне мыло окно там были только колокольчики тебе не скажу что очень тяжело тяжело мне было мыть окно с той стороны очень грязно прямо аж повъедалось стекло снег этот искусственный нормально отмывается так что я думаю я быстро помою и у нас в принципе только здесь вот в этой комнате снег искусственный и в той комнате где балкон не балкон на двери на крыльцо и все поэтому сейчас быстренько ладно все прощайся кухонный папа зима встречаем весну так а люди работаются чистят бензопилы везде гудят и такое ощущение этот шум с утра такое ощущение как будто уже все с газонокосилками и ты кстати заужился я пришла мыть окно и солнышко вышло у нас сегодня с утра ребята было очень пасмурно а сейчас уже час дня начала 2 вышло солнце а утром сегодня дождик моросил серию мы утро с тобой едем поедешь со мной мне в шпиталь надо ты со мной поедешь все давайте ребята за работу добраться шибко что кажется что такое качество плохое может нормальная будет у нас ни ножа ничего нет да в машине я домой не пойду я уже двери закрываешь а мне теперь стекло надо снять чтобы нормальное качество было на фронтальной камере как-то странно да наклеила кстати ребятушки всем привет наклеила стекло на телефон чуть позже расскажу что у меня произошло на дне уж и серьезно ничего нас нет тут ни ножа ничего собрались с милошем выезжать и тут курьер приехал а я не хочу идти домой потому что двери закрыла я уже пытаюсь открыть нет это какао белого я уже устала о сейчас пойдет такая большая коробка пришла а мы заказывали всего лишь маленькую детальку на пылесос у меня такое ощущение что это не нам а не наш милош что это такое тут написано милаш бендлин точно милаш бендлин милаш бендлин наш адрес что это так это тебе прислали этот как он называется сыро в никчик это с Эдисона тебе прислали это наверное на днях кто-то приедет и даже не сказали у нас фотовольтаика солнечной батареи и у нас получается это заземление идет и мужчина когда приехал сказал что у нас слишком длинная трасса идет по дому до крыши и это не есть хорошо надо на участке трассы где-то кабель прервать и поставить вот эту вот штуку это для того что если вдруг будут какие-то перебои там молния ударит или еще что то чтобы было несколько стабилизаторов напряжения по всей трассе но у нас он по-моему один только да у нас один вон там он а здесь нет они здесь его повесит ну а я думала реально что-то колку ну круто значит это говорит о том что скоро к нам приедут блин ну мне вообще качество не нравится да еще фирма вот эта которая нам установила солнечные батареи они как бы свою фирму Edison продали и теперь они называются по-другому какой-нибудь пол энергия пол энергия теперь называется все мы едем гулять мне не нравится качество если реально будет такое качество видео на фронтальной чинки на том как я дивно потому что на 70 у меня но на 70 лет так как у тебя на мотороле а здесь видишь нету если реально я когда буду редактировать и будет такое размытие я сниму стеку я не хочу у меня этот телефон специально для съемки что там и не было сильно мокры и я боюсь что там не было сильно мокры а и грязная эта дорога потому что вчера только машину помыли не знаю ехать туда мне или не ехать но озеро то хочется увидеть до кухонок да нормально тут машина накатали в принципе нормально думаю сильно не запачкаемся а тут стройка полным ходом да смотри с этой стороны строят с той стороны лодки лежат там сонсиад робил дах какой сосед там за нашим полем там так они делают с того года еще так они еще в прошлом году начали делать так они просто зимой наверное остановили стройку потому что тяжело там люди он есть приехали тоже на машине погода еще подвала но люблю такую грязю ну да он у него удочка ну тоже приехали рыбу ловить не не хочу в грязюку я вам стану там там развернуться я не за то что подскользнуться или это я не хочу машину пачка только помыла вчера вычистила хорошо помыла все еще запачка вот так вот стану задом а потом выцепляю отсюда что можно было выезжать но тут земля когда-то была ничья я так понимаю а сейчас ее купили и видишь и загородили да лед есть еще не растаял ой грязючка в этот хорошо так теплышко на солнышке ты кухон и завшему аж добрый помысл и пойду пройдусь там ну да лед по краям есть хорошо как тут солнышко светит на солнышке хорошо тепло в общем ребятушки хотела рассказать вам историю которая со мной приключилась 14 февраля сейчас я попробую переключить камеру ну так вроде нормально не мутно напишите мне в комментариях нормально вам будет видно по качеству меня нет я тоже конечно проверю качество потому что мне откажется немножко как бы мутноватое видео за счет того что я наклеила стекло на телефон и это стекло я не знаю по какой причине там нет выемки для фронтальной камеры и поэтому я переживаю чтобы у меня было нормального качества видео ну вроде как так хорошо не знаю посмотрим в общем рассказываю историю приехали мы домой я поставила рульку запекаться все было хорошо ждали когда все приготовится чтоб нормально сесть включить какой-нибудь фильм посмотреть что-нибудь интересное ну и заодно конечно сделать себе такой оля романтический ужин и я дело кардиган серый в котором я постоянно хожу дома и в нем есть карманы карманы достаточно глубокие ну обычные карманы ввязаны кардигане в общем я не знаю как мне так удалось и я положила телефон в карман и пошла я в туалетную комнату делала свои дела и когда вставала с унитаза прошу прощения за подробности у меня каким-то образом выворачивается карман и телефон падает в унитаз прям я у такого на лету хватаю вытаскиваю из унитаза у меня начинается в голове просто паника какая-то сумасшедшая я не знаю что мне делать первым делом о чем я подумала это схватить фен и начать феном сушить и тут у меня загорается еще одна лампочка в голове идея я вспоминаю о том что много кто говорил когда падает телефон в воду то лучший всего способ это телефон поместить в рис и я бегу на кухню бегом начинаю все банки судорожно доставать и даже не знала если у меня рис или нет в общем достаю я рис бегом в мыску насыпаю я поставляю вам фото как это выглядит так вот в тот момент когда я бежала ванной комнаты до кухни то на телефоне высветилась такая капелька на нее нажимаешь написано в юсб разъем попала влага срочно нужно высушить эту влагу ни в коем случае не ставить телефон на зарядку ежели телефон на разряжается то поставить на беспроводную зарядку в общем полностью была вся инструкция с телефоном чтобы не сглазить все хорошо он высох и я он в рисе у меня полежал и там тарифе рисинка которая лежала в юсб разъеме она прям размокла то есть она впитала в себя всю влагу плюс еще я его просушила феном и феном когда сушите то обязательно надо сушить в холодный режим включать ни в коем случае не горячий воздух чтобы дул а все нормально все хорошо единственное за что я переживаю у меня с этим телефоном это мне милошь подарил его на день рождения то есть в декабре но мне немножечко раньше его подарил там не именно 17 декабря чуть раньше его подарил я хотела сказать я им пользуюсь с того времени и у меня пару раз было такое что телефон у меня подвисал глючил не знаю с чем это связано возможно это связано с интернетом потому что у нас бензамине не очень хорошее качество интернета слабый интернет естественно у меня телефон на гарантии и вот это вот ситуация которая возникла она мне немножко опечалило лишь в том случае если вдруг действительно в телефоне есть какие-то погрешности и мне придется его сдавать в сервисный центр то сервисный центр посмотрит увидит что в телефоне была такая проблема что телефон падал в воду и могут сказать что это проблема возникла по моей неаккуратности то есть по моей причине и могут отказаться его там ремонтировать или что-либо потому что с телефоном а70 мне тоже милаш подарил его на день рождения я попользовалась им три месяца по моему не помню точно и он начал у меня очень жестко глючить выключаться включаться удалять сам какие-то файлы ну то есть какой-то бред был просто мы его отвезли по моему два раза его сдавали в сервис и мне полностью его переделали сказали что он был бракованный и что они там полностью поменяли мне и экраны внутри там матрицу какую-то поменяли вот так бывает хотя видите в магазине он продавался все было хорошо мне получается его по гарантии полностью обновили то есть я получила по итогу новый телефон но опять же это все выяснилось там через три месяца то и больше сейчас я переживаю что если не дай бог с этим телефоном с 20 произойдет какая-то ерунда то могут мне отказать в сервисе из-за того что попала влага в юсб разъем но будем надеяться на лучшее короче у меня день какой-то 14 февраля был невезучий в том плане что я и ось колесико от робота пылесоса уронила в слив и телефон уронила в унитаз так вот и из-за того что произошла такая ситуация у меня мне милошь уже давным давно купил стекла на телефоны я все никак их не могла наклеить милаш мне 300 раз повторял альгуша на клей альгуша на клей альгуша на клей говорит настанет какой-нибудь день когда ты уронишь телефон и подумаешь о том почему же я вовремя не наклеила защитное стекло тем более что она у нас есть она дома лежит ну и в общем я 14 февраля наклеила на все телефоны которые у меня есть защитные стекла и милашу теперь говорю надо кухонный купить на твой телефон новое защитное стекло потому что на одном телефоне у милоша ну побитое потресканное да а на другом телефоне на мотороле ну я им пользуюсь на данный момент что милаш пока не хочет пользоваться на него вообще у нас нет защитного стекла надо будет заказать наклеить вот такая вот история ребята как оля уронила телефон в унитаз было было но такого еще в моей жизни не было и надеюсь что больше не будет и я вам желаю того же что никогда не роняйте телефоны в унитазы а лучше всего вообще не берите с собой телефон никуда что касается там ванной комнаты бассейнов лучше его положить пусть лежит себе спокойненько где-то ну я же такой человек что везде с телефоном до кухон постоянно хочется что-то за кто летел лебеди да где ты увидел лебедя я не вижу я там походила ничего не вижу там ветер очень сильные холода но тут красиво до кухон и не знаю кухон и не вижу я не видела что если ты мне купишь вентку ты меня дома вообще не забачишь я и так дома не люблю порядки наводите сидеть а ты еще хочешь мне удочку купить я тут днем и ночью буду сидеть коханы рыбку ловить а хотя все мне с этой рыбкой потом делать раки раки не знаю не знаю коханы а а а